По инициативе главы Славянского района Романа Сенеговского в городском Доме культуры на прошлой неделе состоялась встреча специалистов служб ЖКХ с председателями советов домов, руководителями товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов. На встречу побывали и наши корреспонденты. На встречу также были приглашены руководители предприятий ЖКХ района – ресурсоснабжающих организаций управляющих компаний. На ней были освещены последние изменения в жилищном законодательстве. Одним из первых вопросов, которые обсудили – об изменениях в законодательстве о капитальном ремонте многоквартирных домов. Согласно статье 170 ЖКХ жилищного кодекса, в случае, если собственники помещения на квартирном доме в качестве способа формирования фонда капитального ремонта выбрали формирование его на специальном счете. Прежде всего, должны быть определены размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт, который не должен быть, менее чем минимальный размер взноса на капитальный ремонт, установленный в соответствии с законодательством. Провел встречу глава Славянского района Роман Синеговский. Он отметил – содержание и обслуживание многоквартирных домов – тема сложная и требующая постоянной работы. Чтобы мы четко понимали с вами, кто за что отвечает, чтобы мы с вами могли, имели возможность рассматривать изменения в законодательстве. И самое главное, чтобы мы понимали, коллеги, что у каждого из нас есть определенные права и есть определенные обязанности. Ни у кого из здесь присутствующих в президиуме волшебной палочки нет. Все мы руководствуемся действующим законодательством. Законы могут нравиться и не нравиться, но их надо исполнять, также отметил Роман Синеговский. Жителям необходимо научиться относиться к многоквартирному дому как к своему личному, беречь это общее хозяйство, вовремя оплачивать свою долю платежей, чтобы дом простоял долгие годы, чтобы в нем своевременно прошел капитальный и текущий ремонт. Эти темы вызвали горячее обсуждение. Формирование фонда капитального ремонта, установки и тонкости учета общедомовых нужд за электричество, горячую и холодную воду, обслуживание газового оборудования и заключение договоров на ВДГО. Эти темы также вызвали споры и обсуждения. Подробные разъяснения участникам встречи дали специалисты управления ЖКХ района, представитель фонда капитального ремонта многоквартирных домов. В статью 15 изменение способа формирования фонда капитального ремонта тоже внесены изменения в апреле месяце, сокращен срок с двух лет до трех лет при переходе со счета регионального оператора на свой спецсчет. Ранее было два года, сейчас сократили до трех месяцев. То есть к нам приходит, скажем так, 15 ноября к нам приходит протокол, три месяца пошло, деньги возвращаются на специальный счет. Председатель управления ТСЖ по улице Красной, 126А Владимир Погач считает эту встречу очень важной, ведь для большинства жителей многоквартирных домов тема, касающаяся сферы ЖКХ, очень актуальна на сегодняшний день. Оживлённые споры, признаётся Владимир, возникают из-за недопонимания потребителей и поставщиков коммунальных ресурсов. Я был на совещании, и такие совещания в городе проводятся нередко. Я бы, может, даже сказал, что часто они проводились, и практически на всех этих совещаниях я был. И что самое удивительное, что поднимались одни и те же вопросы, которые до настоящего времени не нашли понимания у лиц, которые задействованы в их решении. Это и поставщики коммунальных ресурсов, и потребители. Ну вот по поводу последнего совещания я скажу, что поставщики коммунальных ресурсов, они довели все требования существующих законов о порядке поставки коммунальных ресурсов. По мере реализации программы капитального ремонта, появления новых законов в этой области, а также в сфере ЖКХ, администрация продолжит организовывать подобные встречи с жителями. Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа «События». Вы знаете, у меня...